История с наружной рекламой в Сарове длится много лет. Долгое время размещение рекламы было бесконтрольным, и бюджет не получал от неё доходов. В 2017 году прошёл конкурс, в результате которого два лота выиграла компания «Два Аякса», а один – «Ударник». Обе организации предложили беспрецедентные 100% размещения социальной рекламы. Это от кого заявка? От «Два Аякса». «Два Аякса». Предложение участника конкурсу по критерию К2, предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объёма распространяемой рекламы 100%. Вот номер два. Заявка на участие, форма номер один – «Общество с ограниченной ответственностью», два – «Аякса». Предложение по размещению социальной рекламы в процентов от годового объёма распространяемой рекламы, критерий К2, предложение участника 100%. Заявка на участие в конкурсе на вот номер 3. Заявитель общества с ограниченной ответственностью «Ударник». По размещению социальной рекламы в проценте от годового объема распространяемой рекламы, критерий К2, предложение участника – 100%. Тем не менее, стопроцентной социальной рекламы город так и не увидел. Даже невооруженным взглядом можно было заметить, что большинство счетов занимала коммерческая информация. По отчету контрольно-счетной палаты за 2017-2020 год в Сарове размещалось не более 6,2% социальной рекламы на муниципальных местах. Собственник рекламной конструкции обязан размещать на рекламной конструкции социальную рекламу, социально значимую городскую информацию, праздничное оформление города в соответствии с договором в размере 100% от годового объема распространяемой рекламы согласно конкурсному предложению. При договорной возможности размещения социальной рекламы в объеме 100% от годового объема распространяемой рекламы процент размещения социальной рекламы составил от 0,25% до 6,2% от годового объёма рекламных повоз в соответствии с договорами. Возможно, именно это стало причиной того, что у всех рекламных конструкций города отозваны разрешения на эксплуатацию, а с победителями конкурсов расторгли договоры летом этого года. Это выяснили народные избранники на заседаниях рабочей группы по разработке проекта решения о форме проведения торгов по предоставлению рекламных площадей города. В процессе общения с чиновниками администрации удалось выяснить, что у нас оказывается в течение лета и начала осени у всех рекламных конструкций были отозваны разрешения. И с ними, соответственно, с победителями конкурса были расторгнуты договора на размещение рекламных конструкций. То есть сейчас у нас все рекламные конструкции, которые размещены в соответствии с схемой размещения рекламных конструкций, стоят в городе без разрешения. На заседании озвучили официальную позицию главы города. Анализ сведений, предоставленных Гордумой, позволяет рассматривать форму проведения торгов в виде аукциона как приоритетную, процитировал Алексей Сафонова, председатель комитета. По моему мнению, этот проект вполне можно сегодня рассматривать на заседании Городской думы. Нет никаких оснований не доверять результатам работы рабочей группы. И мне кажется, я испытываю глубокое удовлетворение этих результатов и считаю, что проект нужно вынести на заседание Городской думы и принять. Окончательное решение о том, изменят ли порядок размещения рекламных конструкций на муниципальной земле и собственности, народные избранники примут на заседании думы.